добрый вечер приветствую всех кто заглянул ко мне на огонек я сегодня хочу вам показать мои небольшие работы которые я за эту неделю сделала мы конечно находимся на карантине кроме продуктов магазинов остальные все закрыты нигде нигде ничего все закрыто никуда не пойдешь кроме как в магазин за продуктами или гулять а в лес у нас лес рядом но бусы я нигде купить не могу все что у меня дома есть из того теперь буду делать вот я теперь вам покажу что есть люди в первую очередь так как у меня остаточные бусы были вот такие я взяла и училась на них делать вот такие из металлических пинов но это я так называю их пины у меня кончились и я детское такое украшение звена кубики тут и эти как снежинки вот эти вот и но это все пластик все такое легкое и я сейчас покажу из чего я сделала я купила вот такие крючочки чтобы елочные игрушки делать или вешать на них да и из них я вот круглые губцы они так продаются вот такие да я их ну как по размерам раскусывала когда надо было разгинала вот так да и делала вот эти крючки между но в этом случае я на пинц сажала по три бусинки и по три бусинки потом их соединяла соединяла и в конце концов а тут поставила вот этот эту застежечку и длинная цепочка в общем получилось такое украшение так теперь я еще сделала у меня оставались бусы же я сделал вот такое легкое мне кажется это больше зимнее украшение на на такую тоненькую цепочку я эти бусинки надела и между ними их эти зажимные бусинки которые держат их чтобы они не продвигались в кучку да с каждой стороны одна бусинка зажимная и так у меня их не так много и это над на цепочке она очень легкая и вот так она смотрится вверху тоже вот эта застежечка опять эти колечки и это зажимные бусинки я думаю вот это моим девочкам это понравится они же у меня носит но я уж каждому ролик это говорю они очень как это украшение должно быть таким скромным но я думаю вот этим украшением я наверно им угодила сюда я поставила две бусинки эти чешские это единственное что немножко их придает им вес и что их держит вот тогда вот это значит маленькое такое носить можно но к ним я сделала уже пробный такой вариант из этих же крючочков я сделала вот эти металлические по одной бусинке соединяла на руку такое вот из этих пластиковых пусин вот эти мне тоже очень нравится они как будто узоры да это морозные на стекле и приделала такую удлинительную цепочку сюда посадила такой это ранды проставочная пусинка она и как раз сюда нам она у меня одна осталась она так блестит но камера можно передает но я тут такие камушки и я ее сюда прицепила и получается вот такое украшение вот смотрите какие эти красивые вот эти бусы а эти на снежные эти на снежинки похоже ли на когда снежки играешь это может быть ну в общем белое такое снежные зимние снега у нас еще нет конечно теперь я хочу вам показать мое ожерелье которые я сделала вот эти бусы они я их купила в магазине это пластиковые бусы они мало мало меньше есть удлиненные между ними сейчас я вам поднесу ближе видите как неудобно камера впереди меня все вот жалуются кто еще не не очень большой опыт да с этим и я смотрю в камеру а сама в общем задеваем ее вот смотрите вот это ожерелье я сделала так вот эта подвесочка и у меня их две такие я их соединила и еще у меня есть она вот эти штучки я взяла у меня было такое украшение на шею одевать она была бархатная ленточка с каждой стороны была такая вот штучка приклеена я их отломала но у них есть подвесочки и думаю она как раз сюда подойдет это я наверх прицепила и собрала в общем пласть а эти между ними это гематит видно что он блестит так красиво видите сам рисунок этих бусин мне очень понравился он такой с позолотой немножко и с голубой или серым там рисуночком и это как маленькие земные шарики видите моря и океаны тут я поставила между ними еще вот эти металлическую такую фурнитуру чтобы немного украсить это был такой прочный как сказать чтобы чокер делать уже готовое такое это как на проволоке леска такая да и тут я сделал так эту застежечку зажимные бусинки держится она хорошо крепко ну мне кажется что она такое очень удачное мне вот она очень нравится и поэтому я решила к нему а тут я при еще придел чтобы это не так болталась решила так я лампочку задела она немножко выключилась сейчас я сделаю что я это цепочку надела еще и вокруг бусин обмотала чтобы она лучше висела к нему я сделала смотрите как она прям сверкает там красным от этого домика я думаю чего же она там сверкает в общем сделала такой из мемори проволоки на руку тут две такие я не знаю они холодные ну наверно стекло все-таки я взяла это у меня тоже они в заначке были у меня остаточные чешская бусинка она прям очень такой вид передает и сверкает так и остальные вот и вот эти бусы на руке конечно это не для меня но на руке она хорошо смотрится но если все это в комплекте одеть почему нет можно и не в комплекте и отдельно носить и еще были бусы я думаю сделаю я еще одно такое украшение на на леске такое свободное да а дело на него такие вот эту фурнитуру вот эти как они на шапочки очень красивую так вот мне бусина в шапочках всегда кажется красивее конечно я не любительница много его это и но смотрите она как бы поддерживает ее и сразу придает и какой-то это какое-то украшение какой-то шарм да не знаю приглянулись мне эти бусинки и это я думаю из них я что-то сделаю так же тут как везде вот застежечка эти в конце я стараюсь ставить сюда металлические бусинки под низом под рукой чтобы не это не обязательно крупные они все ведь идут меньше на уменьшение да ну и к ним я еще сделала нашла два пина еще где-то в заначке случайно и вот с такими пупырышками и решила сделать сережечки еще подвесные такие а вверху бусинка чешские вот любительницы я чешских бусы везде всю дань у меня и получилась тоже такое вот кажется очень даже нормально смотрится как вам кажется ведь простые украшения они же тоже имеют место быть и это я столько роликов смотрю что где вот эти дел из всяких бусы делать я очень хочу научиться делать бусы на memory pro это не бусы это чокеры да и с силиконовыми этими шнурами или плоскими или круглыми я очень люблю смотрю ролики у Ирины Вернер я когда сажусь делать что-то я включаю ее ролики одну за другом мне кажется я их уже по пять раз каждый ролик просмотрела но сейчас нигде ничего надо выписывать как то я это еще не умею делать если честно я вам немножко расскажу мы когда с мужем ушли с работы пенсионный возраст я говорю ну что делать надо же что-то такой чтобы мозги работали купили компьютер купили все что нам в общем стали его изучать изучили как бы с горем пополовно мой муж понимает это я не и не так уж сильно в нем потом телефон этот смартфон у меня был маленький он до сих пор у меня есть я его больше люблю чем смартфон подарил мне брат этот смартфон я его тоже теперь изучила и вот с ним снимаю и ролики да и я потихонечку стала сама это выуживать как это делать эти ролики все поэтому если что-то не так вы уж меня простите мне надо было этим заняться лет двадцать назад и тогда бы наверно у меня все бы может быть и лучше пошло а а так я вот сижу просто мне это доставляет большое большое удовольствие и я хочу делать почему-то я и на проволоке пытаюсь цветочки такие вот себе весну зимой создала такое волшебное летнее дерево которое цветет всегда ну это пробные эти все я пробую еще я смотрю очень конечно все невозможно сделать очень смогу люблю смотреть эти как вышивают елочные игрушки или картины крестиком гладью я это тоже все умею делать но как не знаю на все наверное нельзя распыляться надо что-то одно делать вот эти конечно я тренируюсь вот эти бусинки я не знаю показала я вам их или нет эти тоже на таких же крючочках наверно показывала сейчас я показываю первый минерал забыла уже и это самое поэтому я буду делать то что мне нравится больше и что я уже немножечко немножечко умею что-то знаю как это собирать но вот такие дела я немножко хотел с вами поделиться но хочу сказать что это это все-таки занимает время и прекрасно что она и занимает его чтоб я делала я хочу вас поздравить всех с четвертым отвентом пожелать вам здоровья счастья пусть у вас все в жизни будет хорошо спасибо всем кто зашел ко мне на канал я вас обожаю пока пока